головой. И вот сейчас нужно будет раскрутить палку такими веерными движениями. Но с другой стороны, не слишком медленно. Потому как, если судить по предыдущим выступлениям, которые остались за кадром... Ну вот Юля, она академично так делает, у нее академичная манера, которая еще обусловлена тем, что все-таки она исполняет стандартный комплекс международного соревновательного стандарта. То есть она решила не рисковать и не придумывать... Это тренерская установка, потому что она еще очень молодая, 14 лет, и мы все-таки решили действовать в международном соревновательном стандарте. Ну это точно ничего не сделаешь, что называется. Хорошо, закончила Юля. И за ней идет на... Должно быть у Даши больших проблем в этом виде, потому что она, конечно, на голову сильнее здесь всех. Ну что ж, давайте попытаемся сравнить лидера на данный момент Юлю Чернецову и Ирину Степанченко. Тот же комплекс выполняет спортсменка международного соревновательного стандарта, но вы видите, что скорость уже не та. Хорошие, достаточно чистые движения. Вот здесь-то как раз на самом деле видно, что вы говорили тогда о скорости, о скорости вращения именно палки, которую надо раскручивать. Здесь-то она меньше. Да, немножечко меньше. Она хорошо делает, у нее ровные позиции, видно класс определенный, но скорости явно не хватает. Палка вообще, когда правильно делают палка, она издает такой характерный жужжащий звук, рассекая воздух. И если этого нет, это как раз второй параметр – сила, координация и ритм. Вот то, о чем мы говорим. Видите, движения достаточно медленные. Здесь они должны быть гораздо быстрее. И мы увидим это еще в выступлении Даши Тарасовой. Но вот протряслась немножко позиция, да, ошибочка. Хотя хорошие очень данные от Юрины Степанченко. Я думаю, что тоже молодая спортсменка, что мы еще увидим ее на верхних ступеньках пьедесталов. Делать она очень неплохо. Ошибки возле Дарасовой. Сейчас была попытка немножко схитрить. Я вот не знаю, прав я или нет. Но была попытка отдохнуть как раз на удары. Один удар. Да, абсолютно правильно. Другой и не раз. Ну, давайте поболеем за нее. Судья из Великобритании, старший судья. Сунь Туантей. Обитатель Туманного Альбиона. Вообще он родом из Малайзии. Китайской колонии Куала-Лумпура. А вот это называется приложение силы. Хорошая ситуация. Вот сразу видно, насколько выше скорость, чем у предыдущих спортсменов. 540 чуть-чуть повело в сторону, но потому что большое количество оборотов сложно. Видите, палка издает характерный такой жужжащий звук. Жужжжащий звук, да. Это показатель правильного приложения силы. Вот это, что называется, поет. Здорово. Маковая салька в шпагат. Шикарный элемент. Красивый. Уж извиняюсь за жаргонизм. Действительно шикарный. Очень сложный и, главное, неожиданный. Неожиданный. Никто не ждал. А то, да. Думали, что она закончила просто приземлением на ноги. И она под себя сделала как бы вот шпагат на месте. Все. Хорошие, четкие позиции. Он продолжает сохранять. Пока кроме вот единственной помарки, я не могу припомнить... Тоже довольно неожиданный элемент с выходом в кувырок. Немножко потеряла темп. Я не могу припомнить какой-либо серьезной ошибки. Или, собственно, уже, наверное, не припомню, потому что это финальная поза. Чуть-чуть потеря темпа на кувыроке была. Но, в принципе, без грубых ошибок, конечно, оценка будет за девятку. Она будет порядка девяти и трех, я думаю. Ну да. Ну что, новая дисциплина доселе пока в нашей сегодняшней трансляции. Невиденное это у нас уже бунь-шу-мужчины. Представитель Франции Форес Зерунг. Очень неплохо выступающий пока. Ну а о данных соревнованиях сейчас посмотрим, чем сможет удивить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не додержал. Здесь равновесие. Да, это вот как раз болезнь или не болезнь. Схитрил. Схитрил. Ну, как это называется. Ну, хочется, я не знаю, крикнуть в конце концов. Да держи! Куда ты летишь? За чем? Схитрил. Очень красиво поедет. Он вообще может не уложиться во время. Может делать. Быстрее? Быстрее, да. А за это очень серьезно снять. Опа! АПЛОДИСМЕНТЫ Это середина выступления Владимира Красюка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, касание было шестом. АПЛОДИСМЕНТЫ Ковра. Высокая скорость у него блестящая. Хорошо идет. Но ошибка была грубой. Он коснулся палкой ковра в прыжке. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это будет за бабка на поле? 0-2. А у него там соперник серьезный. Это Андрей Коварин. АПЛОДИСМЕНТЫ Он пытается вязать, старается догнать собственную ошибку для унистов и для всех спортсменов. Он серебряный призерчик консервировался в виде программы. Очень сильный спортсмен. Перенервничал, переволновался. И я не знаю, в чем тут дело. Закончил Владимир Красюк сейчас. Ну, к сожалению. К сожалению. Это ошибка, которая осталась за кадром. Жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...